Проклятое селфи! Что случилось со звездами на фотографии с Оскара, запечатленных на фото 2014 года, выложенного на Instagram странице Ellen DeGeneres спустя 10 лет? В 2020 году телеведущую обвинили в поддержании токсичной рабочей атмосферы в коллективе и назвали самым подлым человеком на свете. Кроме того, в 2022 году шоу Ellen закрылось спустя 19 лет существования ведущей, зарабатывав на нем 50 миллионов долларов в год. Может, она и не подлая вовсе. Или не подлее всех тех, кто ее в этом обвиняет. Свечку не держала, но передача действительно закрылась. Что же стало Дженнифер Лоуренс? Майли Сайрус прогремела на весь мир со своей прекрасной песней Flowers. Она стала такой вирусной, благодаря смыслу гимн Вести, который она в эту песню вложила, и, конечно, ее таланту. Как же без него? Майли отца Сайрус в клипе красноречиво намекнула на то, что ее муж Лиам Хемпсфорд, брат Тора, изменял ей с Дженнифер Лоуренс. В клипе на эту песню она дефилировала в золотом платье. Очень похожим ходила Лоуренс на премьеру «Голодных игр» в 2012 году. 13 января стоялся релиз песни в Австралии. День рождения бывшего мужа Майли Лиама Хемпсфорда, который родом из этой страны. Это было мощно, и даже Майли получила Грэмми за эту песню. Дженнифер Лоуренс позже отрицала свой роман с Лемом. Что там было на самом деле, знает только эти трое. Далее по списку Кевин Спейси, известный по многим фильмам, мне лично запомнился «Планета Капекс» 2001 года, где он играет инопланетянина, который ест банан с кожурой. «Жизнь Дэвида Гейла» 2003 и «Красота по-американски» 1999, где он влюбился в подружку дочери, которая является подростком. У него на счету много хороших фильмов, но из последнего – это сериал «Карточный домик». Актер был обвинен в 2017 году в сексуализированном насилии, что поставило крест на карьере звезды. После многочисленных судебных разбирательств в 2023 году все обвинения с Кевина были сняты, но вернуться в рабочую колею получается с трудом. Брэд Питт и Анжелина Джули. Спустя два года после рокового селфи звезды объявили расставание. Бракоразводный процесс сопровождался массой ссор, доставанием скелетов из шкафов, дележкой опеки над детьми, раскрылись факты физического насилия со стороны Брэда в отношении Анжелины. В любом случае, между ними до сих пор идут имущественные споры. В октябре 2023 года Мэрил Стрип объявила расставание с 77-летним супругом Доном Гомером, с которым она была в браке 45 лет. По слухам, сейчас Мэрил Стрип встречается с Мартином Шортом, с которым вместе снималась в третьем сезоне детектива «Убийство в одном здании», где по сюжету они играли в улюбленных. Ченнинг Татум и Дженни Де Ван. Проблема у Ченнинга Татума и Дженни Де Ван. Настоявшиеся 8 лет браки начались после злополучного селфи на Оскаре. Вскрылись факты измены актера, что привело к разводу пары. Сейчас он встречается с Зоей Кравец. Дженни Де Ван вышла замуж за Стива Кази. Родила от него ребенка и сейчас ждет второго. Брэдли Купер. За 10 лет Брэдли Купер, 12-кратно номинировавшийся на кинопремию Оскар, так и не сумел забрать заветную статуэтку. Был скандал, он вроде изменял Ирине Шейк с Леди Гагой, когда они снимались в его фильме «Звезда родилась». Но никаких доказательств, кроме как их слишком любовные взгляды на сцене во время исполнения песни «Шау» церемонии Оскара 19-го года не было. Но он не оставил своих попыток взять таки заветную статуэтку и снял новый фильм «Маэстро» в 1923 году, который спродюсировал, срежиссировал и даже писал к нему сценарий. Но снова мимо. Джаред Лето. В 1922 году сразу несколько девушек обвинили Джареда Лето в сексуализированных домогательствах, эпизоды которых случились 17 годами ранее. Дело не получило развития из-за отсутствия доказательств, что позволило «Звезде» быстро вернуться в рабочую среду. Можно ли назвать несчастьем то, что он снялся в Мобиусе? Провальное кино – да. Еще до Угучи тоже в ту же топку. Джулия Робертс. С ней все в порядке. Просто пришла старость. Она жалуется на то, что ее раскритиковали за фото с племянницей. Назвали ее сильно постаревшей. Это даже с натяжкой трудно назвать проклятием. Питер и Лупита Нионга. У них все нормально. Правда, после 12 лет рабства Лупита Нионга на Оскар не номинировалось. Но какие ее годы? Не воспринимайте, пожалуйста, эту фотографию всерьез, как проклятие. Просто такое кликабельное название. И то, что с этими знаменитостями происходило, скорее всего, не более чем совпадение. Всем удачи!